Здравствуйте, мои дорогие! Давайте сегодня посмотрим, что ожидает знак зодиака Тельцы в марте 2023 года. Достаем три карты для Тельцов. Итак, первая карта – это восьмерка кубков. Здесь человек на карте показан куда-то уходит. И поэтому восьмерка чаш нам говорит действительно о том, что у вас в марте будут какие-то достаточно энергичные дела. Будете куда-то бегать, ходить, ездить. Может быть, для кого-то действительно важен вопрос переезда, решение бытовых вопросов. Может быть, вам предстоит поездки по семейным, служебным делам. Может быть, по командировкам. Также это и получение, не только поездка, но и получение денег командировочных. И, в общем, в принципе, эта карта говорит, что ничего сильно плохого в этом нет. Поступайте просто по совести, оставляйте прошлое позади, не надо его за собой грузом тащить. И, в принципе, всё хорошо будет. Для некоторых проиграется, что кто-то будет уходить с какой-то надоевшей работы, может быть, с надоевших отношений. Иногда эта карта ещё трактуется, что кубки-то, они, видите, они стоят, они не разлиты. Просто человек оставил всё свои чувства, всё, что работал, не разливал, не бронил, не раскидывал по углам. Просто развернулся и ушёл. Здесь, может быть, конечно, и такая ситуация у кого-то проиграется. Дальше у нас с вами идёт карта правосудия, суда. Видите, судья с мечом тут сидит у нас. Самое главное посыл этой карты – это, конечно, быть честными, поступать по совести, тщательно всё взвешивать, прежде чем принимать какое-либо решение. Не позволяйте себя втягивать в конфликты, смотрите на всё непревзято, всё анализируйте. Потому что меч в руке – это как раз у нас говорит о том, что нужно принимать решение, основываясь на своём уме. Потому что здесь, понимаете, по этой карте вы получите то, что заслужили. Если вы были честны, то вы получите прибыль, вознаграждение. Если вы поступали нехорошо, и вы об этом знаете прекрасно, самому-то себе вы можете в этом сознаться, то здесь, конечно же, получится не очень удачное. А также по карте по этой проходит какое-то оформление документов, посещение каких-то государственных учреждений, решение юридических вопросов. И третья карта – это у нас Туз Пентакли. Я уже говорила, это самая счастливая карта из всех младших арканов. Туз – это начало. Это удачное время для решения финансовых вопросов. Возможно, получение подарков, возможно, вы побалуетесь себя какими-то покупками. Выгодное предложение по работе, для банковских операций, появление какого-то нового источника дохода. Воспользуйтесь всеми шансами, которые может вам дать Туз Пентакли. Так, давайте теперь достанем ещё три карты. Это у нас будет здоровье, финансы, любовь. Здоровье, финансы, любовь. По здоровью у нас идёт здесь король кубков. Король чаш, его ещё называют. Ну, это у нас товарищ такой, знаете ли, который умеет красиво говорить, читать стихи, раскопить дифирамбы. В общем, это вдохновение, творческий подъём, реализация планов, идей, встреча с внимательными и доброжелательными мужчинами романтичными для женщин, для мужчин. Значит, наоборот, может оказаться вам покровительство этот мужчина, дать мудрый совет, потому что это же король. То есть, это какой-то, может быть, и авторитетный мужчина. Мужчина может, он, поскольку король, то есть более взрослый мужчина, он может выслушать проблему, помочь ей решить. В общем, здесь мужчина такой достаточно романтичный, но, тем не менее, мужчина властный, он же король всё-таки. Так, и также это говорит карта о том, что для женщин вы можете встретить мужчину по любви, которого полюбите, дать волю своим эмоциям, чувствам, дать волю любви. Для кого-то это проиграется карта, как встретить любимого человека. Тройка пентаклей – это карта работы, где должны работать все вместе, понимаете? Никто не тянет одеяло в разную сторону, чтобы как лебедь, рак и щука в разную сторону не тянули, тогда восы и ныне там останется, да? Здесь говорят о том, что, возможно, у вас опять какая-то, вот здесь король и кубков идёт, а дальше тоже карта говорит о том, что, возможно, вы встретитесь с каким-то интересно влиятельным человеком, который окажет вам покровительство. Потому что здесь вы можете получить по пентаклям и премию, и прибыль. Вы можете обращаться за помощью, у вас появится человек, которому можно будет обратиться за помощью, который также вам может дать какой-то грамотный совет, может быть, получите прибыль. И, возможно, по этой карте у вас ещё, это как раз финансовая карта, то по этой карте у вас ещё проиграется действительно получение возможных денег, продвижение по работе, признание вашего авторитета. А первая карта у нас была на здоровье. Ну, король кубков у нас, товарищи, любвеобильный, поэтому в первую очередь здесь, конечно, здоровье поправится тех, кто мечтал о любви, о счастье. Здесь действительно идёт к этому. Что касается по королю пентакля, поскольку он у нас, товарищи, уже не очень молодой, да, то здесь вы должны, конечно, следить за сердцем, за давлением, за эмоциональным своим состоянием, за сном и не злоупотреблять алкоголем, покупкам, это обязательно. Так, и в конце у нас карта четвёрка жезлов, четвёрка посохов её ещё называют. Это карта у нас на любовь. Это хорошие новости, приятное общение. Это действительно может быть, как я вам уже сказала, встреча с интересным мужчиной, которого вы полюбите, будет любимым мужчиной. Насыщенное общение, идеи, планы, деловые переговоры, всё сюда, в эту карту. Вы не останетесь в одиночестве, это всё вырастет в хорошие, новые, такие значимые перспективы. Такая четвёрка жезлов, это как табуретка на четырёхножках, которая устойчиво стоит на полу, так и здесь вы устойчиво удержите эти отношения. Вот такой у нас получился расклад, дорогие мои. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Всего доброго и до новых встреч. Пока-пока.